Внимание власти на медицину. Штаб по комплексному развитию региона, губернатор Сергей Морозов, начал с вопросов здравоохранения. Глава области остановился на инциденте в городской больнице номер 3, где после ночи в реанимации умерла пациентка. Руководство Минздрава поручено проверить всю информацию о случае. Одновременно обратить внимание на другие жалобы пациентов. Наравне с тем вниманием, которое мы уделяем питанию в школах, в детских и дошкольных учреждениях, мы такое же должно быть вниманием уделять и питанию в медицинских учреждениях. Развитие доступного образования также должно находиться в приоритете. Губернатор выступил с резкой критикой руководителей, которые перенаправляют средства внутри госпрограмм, без разрешения правительства и законодательного собрания. Глава области обратила внимание на два эпизода. В Николаевском районе сняты деньги с проектирования школы, в Языково со строительства стадиона. Они направлены на другие цели. И проведем служебную проверку, и накажем всех ответственных должностных лиц. Никто из вас не имеет права, я вам еще раз повторяю, принимать такие решения. Это не ваши личные деньги. Это деньги государственные, которые утверждены законодательным собранием, правительством Ульяновской области и утверждены законом Ульяновской области, подписанным губернатором. В самом правительстве и губернатором анонсированы большие изменения. Упор делается на тотальную цифровизацию исполнительной власти. Цифровое правительство будет функционировать в виде большого координационного центра. В эту структуру войдут Центр управления регионом и Ситуационный центр губернатора. Задачей цифрового правительства заключается максимально оперативная реакция на все нарекания, требования и просьбы ульяновцев. Закрепить вопрос цифровой трансформации работы с населением, с гражданами Ульяновской области за Смекальным Александром Александром Александровичем. С одновременным переводом на другую работу Колесовой. То есть Николесова теперь Смекально в полном объеме будет отвечать за цифровую трансформацию в Ульяновской области, в том числе и за работу правительства для граждан. Изменения ждут и правительства для граждан. Его возглавит Вадим Павлов, ныне возглавляющий агентство технологического развития. Светлана Пенышева перейдет на другую работу. Агентство, которое будет заниматься продвижением реального сектора экономики, возглавит нынешний заместитель главы Димитровграда Альберт Гатауллин. Подобный цифровой офис появится также в социальной сфере. Почти 5,5 миллиардов рублей составили доходы консолидированного бюджета региона за первые месяцы года. Что касается консолидированных бюджетов муниципальных образований. Поступило 1,144 миллиона рублей. Плановые назначения перевыполнены на 5% или 53 миллиона рублей. Основные поступления получены за счет налога на доходы организации и акцизов. Выросли поступления от налога на доходы физических лиц. Губернатор отметил, что показатели достигнуты высокие. Но есть еще резервы для дальнейшего роста поступлений. Уровень безработицы в регионе составляет в настоящее время почти 2,3%. В службе занятости зарегистрировано почти 14 тысяч человек. Область подняла с 11 на 9 место по этому параметру в Приволжском федеральном округе. Для жителей региона открыто свыше 15 тысяч вакансий. Средняя зарплата по ним составляет 25 тысяч рублей. Работодатели ищут прежде всего рабочих. Таких вакансий у нас заявлено 10 699, что составляет почти 70% от общего объема всех вакансий. И послужащим, и руководящему персоналу это 31%. Губернатор отметил, что на удовлетворительные цифры, где работа с региона сможет выйти уже к лету. Руководители муниципальных образований будут ежедневно отчитываться перед главой области по созданию новых рабочих мест. Егор Тстов, Юрий Конехин, Управда ТВ